Здравствуйте! Это программа «События дня» в студии Анастасии Николаева. И прямо сейчас я и мои коллеги расскажем о наиболее значимых и интересных новостях к этому часу сегодня в выпуске. Организация дополнительных ярмарок, приглашение сельхозпроизводителей на выгодных условиях, чтобы люди могли закупаться именно в это время. Морковь дороже бананов во всем виноват ковид. Минпром и Единая Россия проверят цены на сезонные овощи. По моему мнению, наверное, должно быть какие-то. Какие-то должно быть свободным доступом. Какие-то, может, за оплату. Плата за отдых на природе. Это вообще законно? Разбираемся, почему в Тибердинском заповеднике берут плату за прогулки по эко-маршрутам. Шоу, которое обязательно нужно увидеть в Кисловодск на гастроли, приехал Королевский цирк Гии Радзе. Сегодня в Черкесии состоялась пресс-конференция вице-премьера регионального правительства Евгения Гордиенко, посвященная улучшению водоснабжения населенных пунктов КЧР. Благодаря участию региона в нацпроекте «Чистая вода» в Карачево-Черкесии запланированы масштабные работы в этом направлении. Пресс-конференция вице-премьера началась с самого основного – с мер, которые предпринимаются уже сегодня для решения проблемы водоснабжения жителей ряда населенных пунктов Карачаева-Черкесии. На этих кадрах – карачаевский групповый водопровод в активной фазе строительства. С вводом его в эксплуатацию чистую воду бесперебойно будет получать население 11 населенных пунктов Карачаевского-Уждегутинского районов и Карачаевского городского округа, общей численностью почти 27 тысяч человек. Также, как пояснил Евгений Гордиенко, сейчас в работе крупные проекты по строительству межрайонного группового водопровода Уждегутинского и Прикубанского районов, что обеспечит водоснабжением еще 11 населенных пунктов. Уже сейчас завершены работы по водоснабжению села Садового, в процессе работы по водоснабжению поселка Эркин-Шахар и аула Беслиней. У нас по Эркин-Шахару и Джигуте и Прикубанскому району работы запланированы до конца года, по Карачаевскому групповому водопроводу это окончание в следующем году. Также у нас по программе комплексного развития сельских территорий в этом году на трех объектах осуществляется строительство. Это у нас Иконхалк, порядка 7 километров мы там запланировали и работа уже ведется. Это Кубина и это у нас Эльбурган. На всех объектах работы уже ведутся и до конца года будут завершены. Однако немало и проблемных вопросов. В частности, в ряде аулов уже по несколько дней нет воды. Причина – ветхости сети, аномальной жире и перерасходе воды, в том числе на полив огородов. Соответственно, живительная влага не доходит до верхних точек населенных пунктов. Сложная ситуация в ауле Бавука. Чтобы ее разрешить, правительством принят ряд мер. Из первоочередных уже сегодня в УЛ был осуществлен подвоз воды для населения. Сотрудники водоканала в ближайшие дни начнут установку дополнительного подпитывающего насоса. Аналогичные меры будут приняты и для водоснабжения ряда улов Ногайского района. Мы локальные водозаборы запланировали сейчас. Это буквально на днях вопрос решится. Будем подпитывать уже с места. Потому что физически вода туда не доходит. Ну, если проанализировать ситуацию, я вам скажу так, что 40 домовладений начали полив, и 640 осталось без воды из-за этого. Это вот ситуацию разбирали с водоканалом сегодня буквально. И такая аналогичная ситуация у нас в принципе во всех населенных пунктах. Большой разбор идет для полива. Правительство республики понимает, чтобы решить проблему водоснабжения на корню, следует предпринять глобальные меры. Их реализация займет время. На сегодня определен план действий. Уже с 2023 года в республике стартует строительство еще трех больших групповых водопроводов, которые будут охватывать населенные пункты Хабесского, Абазинского, Адагихабльского, Зеленчукского и Ногайского районов. Реализация только этих трех проектов позволит обеспечить качественным водоснабжением население порядка 60 тысяч человек. Эрнест Чуков, Радомир Князев, Архиз, 24. Морковь дороже бананов. Во всем виноват ковид. Цены на сезонные овощи до сих пор будоражат умы и кошельки жителей региона. По данным Росстата, за первый месяц лета картофель вырос в цене на 20%. Морковь прибавила 37% стоимости, а капуста стала стоить дороже на 14%. При этом федеральные власти уверяют, что цены на борщевой набор снизятся в течение уже двух недель. За счет чего разбирался мой коллега Эрнест Чуков. Проверить цены на овощи из так называемого борщевого набора в один из гипермаркетов Черкесска выехала целая комиссия в составе депутатов Народного собрания, а также представителей регионального Минсельхоза и Минпромторга. Изначально проверив цены на колхозном рынке и взяв их за основу, члены комиссии сравнили их с ценниками в сетевом магазине. По некоторым позициям цены практически идентичны. Но вот морковь в супермаркете гораздо дороже – почти 74 рубля за килограмм. Ну да, морковь подорожала. Мы сейчас запросили цены на покупочную стоимость, то есть товарные накладные. Будем разбираться, в связи с чем это все возросло, цены на морковь и следующий борщевой набор. Напомним, что тема необоснованного роста цен на сезонные продукты была поднята во время прямой линии с Владимиром Путиным. Около 60 тысяч обращений к президенту касались именно подорожания продуктов. Для исправления ситуации в Москве на площадке «Единой России» прошло совещание с руководством федерального правительства, главами регионов и представителями торговых сетей, на котором обсуждалась возможность снижения стоимости сезонных продуктов. В числе первоочередных задач – заключение соглашения между торговыми сетями и производителями о снижении наценок на социально значимые продукты. Кроме этого, правительство примет дополнительные меры по снижению ценно-химические удобрения, также влияющие на цены овощей. Еще один способ удешевить продукты – организация поставок от производителей на рынках без посредников на весь текущий сельскохозяйственный сезон, а также удвоить число ярмарок в регионах. Организация дополнительных ярмарок, приглашение сельхозпроизводителей на выгодных условиях, чтобы люди могли закупаться именно в это время по ценам без наценок торговых сетей. В результате мы это и будем делать и в республике, и в районах. Кроме того, ярмарки создадут возможность для конкуренции между владельцами личной подсобной хозяйств и торговыми сетями, что принесет потребителям только пользу. А в качестве долгосрочной стратегии по удержанию цен на федеральном уровне предлагают поменять законы, по которым сегодня строятся взаимоотношения торговых сетей и их поставщиков, а также стимулировать создание сельхозкооперативов из местных производителей. Эрнест Чуков, Назир Капушев, Архиз, 24. В Карачаево-Черкесии продолжается прививочная кампания против коронавируса. Сегодня жителям республики достаточно на выбор сделать четыре вакцины, каждая из которых регулярно поступает в региональные медучреждения. Как вакцинация проходит в Зеленчукском районе, расскажут мои коллеги. Марина Терещенко провакцинировалась от коронавирусной инфекции в числе первых. Еще в октябре 2020-го врач-инфекционист решила, что раз есть возможность защитить свой организм от опасного вируса, нельзя упускать такую возможность. А уже в мае этого года Марина прошла ревакцинацию, говоря, иначе привилась повторно и ничуть не жалеет. Обследовалась на антитела, антитела стали падать. Я решила сделать вторую вакцинацию. Я сделала первый был компонент, это спутник ВИ или гамка ВИТВАК, второй компонент – и пивак корона. Сделала тоже двукратно с интервалом 14 дней. Теперь Марина делится и собственным опытом, желающими пройти иммунизацию, которых, к слову, в Зеленчукском районе немало. Конечно, признается медик, есть и те, кто сомневается в действенности вакцины. Однако, услышав, что сама Марина провакцинировалась уже дважды, свои сомнения они отбрасывают. Некоторые боятся, некоторые приходят с семьями. Один пришел, приводит с собой жену, детей. На сегодняшний момент первым компонентом привито 9256 человек, вторым компонентом 6525 человек. Это в общем. У нас была вакцина и спутник, и пивак корона, и ковивак. На данный момент есть спутник и ковивак. Сейчас более активные идут. Некоторые приезжают в гости к бабушкам и дедушкам, тоже просят здесь. Некоторые сделали одну вакцинацию у себя дома, сюда приезжают отдыхать. Тоже мы им не отказываем, всех прививаем. Сегодня прививочная кампания набирает обороты. По данным регионального оперштаба, в Карачаево-Черкесии от коронавируса привились более 80 тысяч жителей республики. 60 тысяч человек завершили оба этапа вакцинации. Всего в республике 13 пунктов вакцинации, плюс выездные бригады для вакцинации маломобильных граждан. Провакцинировав и получив иммунную реакцию, то есть иммунный ответ в виде выработки антител, мы можем с уверенностью сказать, что это является защитой от всех тех предыдущих штаммов, но еще и является защитой и от нового индийского штамма Дельта, пусть хоть и не в 100% случаев. Но вместе с тем выздоровление пойдет гораздо быстрее, потому что все равно тот ответ, который есть уже у заболевшего, он окажет самую положительную реакцию. Ежедневно в Карачаево-Черкесской республике иммунизацию проходит до тысячи человек. Для создания надежной иммунной прослойки, способной остановить распространение COVID-19, в республике необходимо привить более 200 тысяч человек, что составляет 60% взрослого населения. Алина Гидиева, Назир Капушев, Олег Молхожев, Архыз, 24. Без родителей, соцсетей и смартфонов так проходит отдых у детей в загородном лагере «Лесной», что расположен в селе Николаевское. Сейчас там отдыхает уже третья смена ребят, для которых заранее подготовили насыщенную программу, расписанную буквально по минутам. Поэтому у детей нет времени даже скучать по дому, не говоря уже про посиделки в телефонах. Как это устроено, расскажет Дарья Назарова. Сестры Самира и Ляна эти летние каникулы запомнят надолго. Поскольку они наконец-то вместе отдыхают в загородном лагере. Для Самиры это первый отдых вдали от родителей, который, как призналась девочка, проходит весело и активно. Именно так, как обещала сестра, которая приезжает в «Лесной» уже не первый раз. Мы вместе сюда приехали. И мне было сначала очень страшно, потому что я первый раз еду в лагерь. А сейчас я прям чувствую, что даже домой, наверное, не захочу езжать отсюда. Привычно тут. Тут ребята хорошие. Каждый день мы проводим разные эстафеты, игры. Атмосфера тут, ну, как сказать, очень хорошая. Тут ребята и вожатые, и заботливые. Помогут, поддерживают каждую минуту. Впереди у девочек и остальных ребят три насыщенные недели, наполненных воспитательными и тематическими мероприятиями, спортом и играми на свежем воздухе. Пока одни участвуют в командных эстафетах, другие сражаются за титул чемпиона в настольном теннисе. Распорядок дня здесь расписан буквально по минутам, а насыщенная программа не оставляет времени на социальные сети. Каждый день дети соревнуются. То есть у нас бывают спортивные эстафеты. Каждый вечер имеет какую-либо тематику. У нас проводятся тематические вечера. День оканчивается дискотекой. Так что детям весело вроде бы. Словом, дети так глубоко окунулись в атмосферу лагеря, что у них нет времени думать даже о коронавирусе. Впрочем, здесь им бояться нечего. Сюда все приехали уже с отрицательными ПЦР-тестами. И работники, и дети. Поэтому в течение смены исключены выезды за пределы лагеря. Но даже это не отменяет ежедневную термометрию, как того требует Роспотребнадзор. Без результата анализа ковида вообще ни одного ребенка не принимаем. Также все анализы, все обследования. Дети у нас все обследованные тут находятся. Каждое утро провожу термометрию. Каждое утро проверяю каждого ребенка. Смотрю температуры, жалобы. И слава богу, по сегодняшний день у нас все хорошо, все нормально. Уже совсем скоро сюда заедет новый поток отдыхающих 75 детей. Ну а всего за лето тут отдохнут 300 ребят из разных уголков Карачао-Черкесии. Многие приезжают в лесной каждое лето. А раз они возвращаются, значит им здесь действительно нравится. На 93-м году ушел из жизни Мухтар Магомедович Бикижев. Это был видный ученый, оставивший значительный след в науке образовании. Академик, специалист по акмеологии и истории, профессор и просто человек с большой буквы, посвятивший жизни благородной профессии учителя, подаривший потомкам внушительное число научных работ и статей, в том числе книгу «Великая победа». Интеллигентный и талантливый, жизнерадостный и мудрый Мухтар Магомедович заслужил уважение земляков и стал примером для подрастающего поколения Карачао-Черкесии. Искренние слова соболезнования его родным и близким. Благодаря госпрограмме комплексного развития сельских территорий в этом году в нашей республике свои жилищные условия улучшат 11 семей. Право на такую господдержку имеют граждане, которые постоянно проживают и работают на сельских территориях. Цель программы – создать комфортные условия для жизни населения. Как это работает, расскажет мой коллега Ренат Ибрагимов. Рамазан Алиев более 15 лет работает ветеринарным врачом и ни дня не жалеет о выбранной профессии. Получив диплом экономиста, отработав несколько лет по специальности, он понял, что выбранная профессия не приносит ему удовольствия. С самого детства Рамазан Магомедович проявлял интерес к животным и решил именно им посвятить свою жизнь. 2008 года связан с сельским хозяйством. Ну, люблю животных, поэтому выбрал эту профессию. У меня есть экономическая, работал экономистом, но это не мое. Люблю животных. Окончив технологический колледж по специальности ветеринар, Рамазан Алиев остался работать в родном селе и, как многие, мечтал о своем доме. Теперь мечта осуществима благодаря программе комплексного развития сельских территорий. Одно из требований госпрограммы, чтобы заявитель работал в сельской местности. Но тут все условия соблюдены, остались формальности. И совсем скоро семья Алиевых въедет в собственный дом. «Приобрести жилье все хотят. У меня четверо детей, это самое. Посмотрел в интернете, прочитал это самое. Честно сказать, вначале не верил, что получится. Когда позвонили, сказали, что вы прошли конкурс, приезжайте, сельский кадр вручат. Я обрадовался. Вначале я не верил. Но благодаря Аллаху это случилось. Я очень обрадовался. Действительно, вот эти программы все работают». Стать участником программы, получить возможность приобрести свое жилье в сельской местности, могут как жители аулов и сел, так и те, кто только решил туда переехать. По итогам нынешнего года уже один из семей получили сертификаты на улучшение своих жилищных условий. «Для того, чтобы получить данные свидетельства, граждане должны встать в очередь в администрации сельского поселения, на территории, в которой они проживают. Должны работать либо в сфере АПК, то есть в сельском хозяйстве, либо в социальной сфере, быть работниками медицины, культуры, спорта. Также при подаче заявления они должны указывать направление, на которое они хотят получить свидетельство. Это либо строительство, либо приобретение. В случае со строительством у граждан должна быть проектно-сметная документация по дому, который они хотят построить. А в случае приобретения – предварительно заключенный договор купли-продажи по дому, который они хотят приобрести». Программа улучшения жилищных условий очень востребована на селе и уже доказала свою эффективность. Она позволяет закреплять на местах молодых специалистов, работающих в агропромышленном комплексе, создавая тем самым комфортные условия для жизни в сельской местности. Ренат Ибрагимов, Назир Капушев, Архиз, 24. Плата за отдых на природе – это вообще законно? Такой вопрос задают некоторые жители и гости Карачева-Черкесии после посещения экологических маршрутов Тибердинского заповедника. Дело в том, что на всех 14 маршрутах в заповеднике действует фиксированная плата, причем далеко не первый год. Но законно ли про деньги за прогулку по природным достопримечательностям? В ситуации разбиралась Алина Гидеева. Тибердинский заповедник – одно из самых популярных мест отдыха для жителей и гостей Карачева-Черкесии. Живописные пейзажи, разнообразная флора и фауна, чистый горный воздух – все это давно полюбилось туристам. Однако не все любители активного отдыха на природе готовы за него платить. В соцсетях жители региона возмущаются платным проходом к водопаду «Шумка». Согласна полностью, мы тоже там были и, конечно, были возмущены. Деньги берут за все абсолютно – за проход на водопад, за проход до Бадугских озер. Стоимость очень даже приличная. «Шумка» – 100 рублей, «озера» – 300 рублей. На каком это все основании? О чем вы, люди? Платно любоваться водопадами? При въезде в отель – да, понимаю, туристические сборы, идущие на развитие данной туристической зоны. При входе на территории зоопарков – да, плата за билет. Но полюбоваться водопадом платно – это неправильно. Я все понимаю и согласна со сбором, если он действительно для этих целей. Но 100 рублей с человека слишком много. Мы решили спросить у отдыхающих напрямую, согласны ли они платить за посещение заповедника. Оказалось, что для туристов плата за проход в подобные места – в порядке вещей. В особенности, учитывая, что для многих групп населения тут предусмотрены льготы. В Берзинском заповеднике за что-то берется определенная плата за посещение каких-то мест, туристических маршрутов. Вот вы как к этому относитесь? Нормально. Наверное, правильно. Нужно содержать в надлежащем виде заповедник. Или у него есть возможность по-другому заработать. Ну, то есть вы не против, да? Я понимаю, что это даже необходимо сегодня. Если есть, конечно, какие-то спонсоры, которые могут что-то улучшить. А на самом деле это вполне нормальная практика. По моему мнению, наверное, должно быть какие-то. Какие-то должно быть свободно под доступ. Какие-то, может, за оплату. Ну, вот меня, например, бесплатно пропустили, потому что у меня многодетная семья. И мне тоже приятно. Хотя я готов был заплатить. Между тем, плата за посещение совершенно законна. На водопаде она действует уже не первый год, как и на 13 других экологических турах. Администрация Тибердинского заповедника напоминает, что заповедники и национальные парки – это особо охраняемые территории федерального значения. Вот и наш заповедник подчиняется федеральным законам, в которых указана необходимость оплаты за посещение его экологических маршрутов. За посещение гражданами территории заповедников и национальных парков, которые не живут на территориях данных особо охраняемых территорий и которые не являются сотрудниками данных учреждений, взымается палата, размер и порядок которой, а также в случае освобождения от данной платы определяется правительством Российской Федерации. Все полученные средства идут на уход за животными в вольерном комплексе, содержание экологических маршрутов и многое другое. Где-то переправы, где-то мостки, где-то перила, где-то аншлаги заказать, где-то указать указатели. Далее, если остаются средства, на эти средства проводятся природоохранные акции экологические, как марш парков, там День земли, День птиц, ну и некоторые природоохранные мероприятия, также противопожарные мероприятия, это и закупка противопожарного инвентаря, и закупка какого-нибудь оборудования для охраны, то есть деньги все они до копейки идут именно на содержание, на функционирование самого учреждения. Сегодня цены на маршруты в среднем 200 рублей с человека, а для некоторых групп населения и маршруты, и вольерный комплекс все бесплатно. Вся необходимая информация на сайте заповедника. Алина Гидиева, Олег Молхожев, Архыз, 24. Шоу, которое обязательно нужно увидеть в Кисловодск с гастролями, приехал Королевский цирк Геерадзе. А это грандиозное шоу и 18 автофургонов декораций, чтобы воссоздать на манеже Кисловодского цирка настоящий Королевский дворец, чарующую русскую зиму и страстную Испанию. Примера шоу уже 24 июля. Ну а перед стартом Геерадзе по традиции собирает местных журналистов на пресс-конференцию, чтобы немного приподнять занавес будущего шоу. Заглянула за него и моя коллега Дарья Назарова. До премьерного показа Королевского цирка еще два дня, а у артистов уже есть восхищенные зрители. Журналисты приехали в Кисловодск на пресс-конференцию, а оказались в числе первых, кто увидел пусть небольшой, но впечатляющий фрагмент представления. Его для зрителей готовит заслуженный артист России, обладатель множества высоких наград Геерадзе, больше 30 лет, посвятивший цирковому искусству. Я этому искусству посвятил жизнь. Я 31 год в цирке. И если оглянуться вот так назад, пролистать всю мою жизнь, нет ни одной минуты, секунды сомнения моего или разочарования, что я цирку отдал жизнь. Я отдаю ее по сегодняшний день. Поэтому моя сумасшедшая любовь к цирку, стремление что-то сделать, и дало мне возможность создать вот эту империю под названием Королевский цирк. Создатели Королевского цирка обещают, что на манеже развернется поистине королевское шоу. Не просто представление, а настоящий спектакль с единой сюжетной линией, с профессиональным светом, эксклюзивными декорациями, авторской музыкой, и дизайнерскими костюмами, их, кстати, более двух тысяч, безупречной дрессурой и десятком номеров, которых нигде больше не увидеть. А самое главное, на манеже будут более ста талантливых артистов Росгосцирка, обладателей престижных наград международных цирковых фестивалей. Ребята репетируют с утра до вечера. Это колоссальный труд. Мы заходим в манеж утром, и ночью мы отсюда выходим. Для того, чтобы зритель вместе с нами обвинился в эту сказку. В ту сказку, о которой мы хотим вам говорить. Очень много часов потрачено, очень много сил вложено, и вся красота будет перед вами. Манеж Кисловодского цирка видел немало разных представлений, но такого королевского еще никогда. Хотя 8 лет назад Гия Эрадзе уже приезжал сюда со своим проектом, авторским шоу «Пять континентов», которое зрители приняли на ура. Похожие эмоции публика испытает и в этот раз. Гостям, жителям города Кисловодска, Кавказским минеральным родом, Старопольским краем, Карачаево-Черкесии, Габардино-Болгарии, предстоит увидеть просто грандиозное шоу. У меня сейчас такой был шоу, от этого можно просто и радоваться, и восхищаться, и понимать, что попадаешь в какое-то волшебство и отмаяшься в мир циркового искусства. Премьеру королевского шоу покажут уже 24 июля, так что у вас еще есть время, чтобы купить билеты на это уникальное представление, а у артистов розвусть цирка, чтобы приготовиться ко встрече со зрителем, которая состоится уже в ближайшие выходные. Ну что ж, такими на наш взгляд были события дня. Все новости республики вы также можете узнать на нашем официальном сайте и аккаунтах в социальных сетях. Подпишитесь, чтобы всегда быть в курсе событий. Ну а я с вами прощаюсь, желаю хорошего вечера и только отличных новостей. Редактор субтитров А.Семкин